МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим о главных новостях этого дня в эфире подробности в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. После пожара почему лучший лагерь по версии мэра Одессы вспыхнул и понесут ли виновные наказания? Нескорое переселение, как медики в Ревненской области выбивают в себя новое здание для неотложки и почему чиновники пеняют друг на друга? На чеку Европа опасается новых терактов и предупреждает о возможных нападениях, откуда ждут атаку. В Одессе сегодня траур по трем школьницам, погибшим во время пожара в детском лагере Виктория. Вчера вечером родители и общественные активисты Одессы едва не взяли штурмом Горсовет, требуя ответов от мэра Геннадия Труханова. Сгоревший корпус детского лагеря был построен в прошлом году, Труханов активно пиарился на этом проекте. Из городского бюджета на строительство и обустройство пожарной сигнализации потратили десятки миллионов гривен. Вот только система безопасности была отключена. Сегодня наш корреспондент вместе с экспертами побывал на месте трагедии и обнаружил там немало ужасающих деталей. Каких? Далее в сюжете. Корпус детского лагеря выгорел до тла, уцелели лишь фундаменты, металлическая лестница. На соседних зданиях от жара вылетели стекла, расплавились пластиковые двери и ливневки. В лагере пустой детей, на лагере нет, остались только вожатые, кухня, уборщики. То есть руководителей никого нет. К воротам лагеря одесситы приносят цветы и игрушки. Это трагедия, просто трагедия. Как можно было построить деревянное строение и не привести в порядок систему пожаротушения? Почему не было гидрантов? Полиция уже задержала директора лагеря, его заместителя и руководителя танцевального ансамбля Адель. Женщина вместе со своими воспитанниками жила здесь. Именно в ее комнате вспыхнул пожар. Но горожане и родители не верят, что в трагедии виновны педагоги. Халатное простое отношение, наверное, строителей. Потому что многие пишут о том, что должна была быть пропитка. И тем более дети, наверное, говорили, что бьется током. О том, что вода в кране бьется током, дети жаловались неоднократно. Не на камеру признаются сотрудники лагеря. Мы вместе с общественным экспертом Владиславом Болинским, расследовавшим обстоятельства пожара 2 мая, пытаемся выяснить причины возгорания. Исследуем аналогичные уцелевшие корпусы Виктории. Первое, что бросается в глаза, электроприборы в комнатах. Во-первых, эти светильники с пластиковой крышкой. И они в технических характеристиках невозможно использовать с лампой накаливания. То есть, кроме того, что лампы накаливания вообще нельзя в деревянных домах использовать. В электрощитовой кабели заземления подключены к нулю и смотаны обычной изолентой. Это и есть причина того, что вода билась током, говорит Владислав. То есть водопровод находился под напряжением. Далее изучаем саму древесину. Он должен пропитываться специальными составами, которые понижают горючесть. Пропитываться под давлением, методом адгезии. Напоминает, ну необходимая экспертиза, конечно, напоминает просто олифовую покраску. И здание вот с таким типом обработки, оно сгорает от момента сгорания фактически за 4-5 минут. Берем немного древесины на пробу и поджигаем. Лак моментально вспыхивает и полностью прогорает. Я даже не представляю, как можно вот такие вот бревна. Вы же сами видите, какие бревна толщиной. Как может огонь так быстро охватить все это? В то же время в мэрии уже нашли крайних. По мнению Труханова, это и не строители, и не проектировщики, а руководство лагеря. Внедряем туда и системы пожарной системы, и системы отопления, и так далее, и так далее. Но все это ничего не стоит, как показало. Если на месте работает безответственный человек. После обеда родители пострадавших и погибших детей собрали в обл. администрации. Чиновники отчитываются, дескать, проверки были, предписание отремонтировать сигнализацию давали. 25 червня вы знали, что она не работала и беспокойно спали в доме, когда там заходили за чужими детьми. Почему нет механизма? Почему нет механизма? Не работает? Закрыли. Вы знали, что она не работала. Все знали. Там были наши дети. В конце концов, родители просто ушли. Нас не строили, потому что нас никто не слушал. Не говорили слова, и никто нас не слушал. Абсолютно никто. Родители согласились вернуться к переговорам с областной властью только без общественников и журналистов. Тем временем под окнами чиновников собрались активисты различных организаций, требуя отставки Геннадия Труханова. Призвали к тщательному и прозрачному расследованию трагедии и нардепы. Сейчас пытаются уже назначать каких-то стрелочников. Все прекрасно понимают, что если были потрачены такие колоссальные деньги на строительство лагеря, на пожарную сигнализацию, то стрелочником в данной ситуации не может выступать ни директор, руководитель коллектива, где девочки выступали, ни даже директор лагеря. Мэр, как мужчина, как человек, отвечающий за свои слова, должен понимать, что в первую очередь отвечает за происходящее он, если этот объект подавался как такое большое застижение городского бюджета. Городские власти пообещали выделить пострадавшим финансовую помощь по 20 тысяч всем, кто находился в сгоревшем корпусе, во время пожара по 100 тысяч гривен тем, кто попал в больницу, и по 200 тысяч семьям погибших девочек. Но деньги не вернут родителям детей. Да и ответят ли истинные виновники трагедии, вопрос остается открытым. Виктор Ткачук, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Одесса. Оппозиционный блок не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, которые приняты Верховной Радой в первом чтении и готовятся к принятию в целом. Об этом заявил народный депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин. По его словам, пенсионная реформа не увеличивает размер пенсии, а медицинская закрывает для большинства украинцев доступ к услугам врачей. Пенсионную реформу мы поддерживать не будем, поскольку она в нынешнем виде опять-таки ведет к увеличению пенсионного возраста и она ведет к уменьшению пенсии для огромного количества пенсионеров в будущем. Мы считаем, что сначала нужно сделать все необходимое для того, чтобы люди могли платить нынешние тарифы, либо отменить эти тарифы. Медицинская реформа уменьшает доступ людей к медицинским услугам. Сейчас закрываются больницы в небольших поселках и городах, а это для людей источник надежды. Когда ты себя плохо чувствуешь, ты должен обратиться к врачу. Когда врач находится в нескольких десятках километрах, и ты просто не можешь туда добраться, то это приводит людей к отчаянию. Мы считаем, что любая реформа, которая принимается, в том числе и медицинская, они должны приближать людей к возможности получить медицинскую помощь и повышать стандарт медицинской помощи. Стандарт не повышается в результате нынешней реформы. Раскритиковали проведение реформ и во фракции «Батькивщина». По словам лидера полицилы Юлии Тимошенко, предложенная реформа системы здравоохранения является геноцидом украинской нации и может привести к существенному уменьшению населения Украины. Также не будут голосовать во фракции и за пенсионную реформу. По словам Тимошенко, она также далека от совершенства. Они собираются сейчас проводить реформу медичную, которая, на наш взгляд, заберет минимум 60% людей в Украине, взагалі право лікуватися. Мы будем очень радикально против этого выступать. Они хотят также притягнуть через такие кулуарные домовленности пенсійную реформу, яка позбавить всіх майбутніх пенсіонерів право нормально выйти на пенсію. Це буде вимога 35 років безперервного стажу і скорочення коэффіценту нарахування пенсії. Сила в единстве, так считає лідер соціал-демократа Сергій Каплин. На съезде в Северодонецке нардеп заявил о намеренні объединить свою политическую силу с партиєю пенсіонеров Украины. Також в единий блок за простых людей войдуть соціалісты і представители профсоюзів. Об'єднительний съезд запланирован на 30 сентября в Києві. Прокурори, депутати, президенти, бандити. Тільки не об'єднані прості люди. І наше завдання сьогодні сформувати такий потужний кулак і в наступному парламенті, по-перше, бути там, мати потужну фракцію і захищати інтереси простих людей. Ось вваження українських заложників – ключевой мэсседж, з яким їдет президент України в США. Петер Порошенко на своїй страниці в Фейсбуці також написав, що піднімє на Генасамблею ООН в Нью-Йоркі вопрос о введенні миротворческої миссії на Донбасс. Президент також напомнил, що ровно год назад з плена боєвиків був освобожден Владимир Жемчугов. Делігация України для участия в роботі 72-ї ссії Генасамблею ООН возглавит глава МИДА Павел Климкин. Місія ОБСЕ подтверджає уменьшення, хоч і незначительне, кількість обстрілів в зоні АТО. Об цьому говориться в офіційному отчете миссії. На Донецькому і Луганському направлінях наблюдатели зафіксували около 80 взрывів. Обстрілы чаще всего велись неподалеку Широкіна, Авдеєвки і Станіці Луганської. О ситуации на передовій і на строіннях українських бойців расскажет Геннадий Вивданка. Кроме несення воїнської служби занимається ще параллельно і творчеством. Вот, к примеру, рисують на наступательних гранатах РГД-5 вот такі смайлики. Войнське творчество. Усі все розуміють, т.е. люди рамотні, розуміють, що на даний момент переводитися в активні бойові дії поки що в нас немає смисла. Тому що воювати ми встанемо завжди, але поки що треба дотримуватися всіх міжнародних договорів, які підписує наша держава. Нескільки раз під Авдеєвкою біли із 82-мм мінометів, потім із стрілкового вооруження. Українські бойці поки не відповіють. Одиночні вистрили проводяться. Ми робимо доповідь на штаб батальйону. Поки що на провокації ми не ведемося. Це позиція під Авдеєвкою, як кажуть военні, знаходиться на самому нуле. Вона зажата по бокам окопами боєвіков. До них буквально десятки метров. Иногда виходять, на вылазку кричат там, в леску хорошо слышно, напіваються, кричат дукропи. Нам, що ми хороші, я сильний, дуже. Боєц позовним Одеса родом із цього міста. На ремні автомата його побратимо написано «Україна моя земля». В объявленому уже здесь в который раз перемир'я тут ніхто не верит. Вообще-то ще 5 сентября 2014-го года перемир'я объявили. На що-то його вже три года нету перемир'я. Ви ж сами це розумієте, вроде все взрослі люди, грамотно образовані. І слышите, і видите. Тем временем в подконтрольной Україні части Донбасса продолжаються роботи по восстановлению інфраструктуры. В частности, возле Краматорска строят площадку для нового предприятия. Уже приобрели немецкую мобильну установку для утилизации ртутних ламп. Ми розраховуємо так, що центром цієї установки буде місце Краматорськ. Ця установка може каже, це услуги для не тільки Донецької області, а й області, які є нашими сміжні. Це Дніпропетровська область, Харківська область, Луганська область. Геннадий Вивданко, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробності телеканал «Интер» із Донецької області. Встреча Волкера с Сурковым об цьому також на самміте ЄС заявив ЛБСЕ, но і население. І для цього необхідно оказывати давлення на Росію. Якщо в конце конців Москва согласиться на це, то зможе получить пряник в виде снятия некоторых санкций. Бунт в Черкасской області. Местні жителі не хочуть, щоб возле їх домів появився завод по заготовлению древесного угля. Предприєтия собираються построити на окраине одного із поселков. Чого опасаються люди, выясняли наші корреспонденти. Жителі Хлыстуновки Городищенського району не рады новим соседям. Неподалеку від їх поселка почалося строительство предприєтия по переработці древесного угля. Недавно в містній газеті предприємці розмістили объявлення о намеренні запустити производство. Оборудовання і сирю завезли сразу же. Увидев камери, містна охрана скрылась, да і хазяєва не решились приїхати к возмущеним жителям. Вижигати уголь бізнесмі планирують вот в цих железнодорожних цистернах. Візуально на них не видно ні фільтров, ні систем екологічної захисті. Тиждень тому було чотири, вже шісті. Їм пл'євати нам на людей, розумієте? Вони взагалі не з'являють на ніякого увагу. Согласно проєкту, на території бувшого заводу лісів зовсім немає. В нашій окрузі вже лісів не залишилося. І до кого не звертаються, всі кажуть про те, що всі різки законні. Ніхто нікуди не виїжджає. Ніхто нічого не фіксує. Хлыстуновки опасаються. Якщо производство запустять, встановити конвейер вже не вдасться. Сочредители предприятия – два депутата райсовета. Люди вже собрали більше тисячі підписів проти запуска угольних печей і передали їх в райадміністрацію. Почему предприниматели приступили к монтажу оборудовання, глава района відповідати не змог. Говорить, речагу влияния на бізнесменів у нього немає. Разрішення на производство – перерогатива обласного управління екології. Уже в понедельник районна власть должна направити возраження на выдачу разрешительних документів обласного департамент екологічних ресурсів. Но якщо екологи все ж выдадуть предпринимателям разрешення, люди будуть самостоятельно блокувати роботи предприятия. Богдан Вербицкий, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Новости. Телеканал «Интер». Черкасська область. Аварийное помещение, нарушение санитарных норм и постоянные очереди. В таких условиях работают медики Сарнинской станції экстренной помощи. Подробности уже рассказывали об этом, после чего на проблемы Скулапов наконец-то обратили внимание. Продолжат наши корреспонденты. Их наконец заметили и о них вспомнили. Сарнинские медики показывают руководство района своё аварийное помещение. Спартанские условия, сломанная мебель, один умывальник на всю скорую помощь и туалет во дворе. А где той туалет и кого-то? Да, у нас. Все, у кого. Единственный выход – приселить станцию в другое помещение. Это не экскурсия, а инициированная райсоветом совещания. Руководитель экстренной медицины области, которому уже 4 года подчиняется станция, приглашение на заседание проигнорировал. Прислали лишь исполняющего обязанности замначальника. Мы нацелаем листы, взвертались. Вы сегодня не слышали. Неодноразово мы взвертались. Резные главные лекаря на разных уровнях. Так, было, что сделано. Это не работа. Как оказалось, даже проекта, каким должно быть новое помещение в Ривненском центре экстренной помощи, пока нет. Сарминская станция уже 40 лет находится на территории центральной райбольницы в помещении над овощехранилищем. И другого помещения для нее нет. Мы не имеем в определенной мере возможности на сегодняшний день, где что-то всплывается на эту ситуацию, поведущаясь до вас. Хай ваше руководство думает про вас. Ваше руководство, безпосредственно. Я не образую людям. Почти два часа в Сарминском райисовете решали, куда перенести скорую. Составили список возможных объектов. Пообещали даже найти землю, если область все же решит строить новое здание. Возвращаясь, что люди, которые работают, мы их всех знаем и общаемся. Они наши, местные и населения. Фактически, мы, в первую очередь, про них маем думать и думать. Поэтому мы эти вопросы будем однозначно решать вместе. И надеемся, что областное руководство тоже будет иметь такой принцип. Пока страна находится в ожидании медреформы, а врачи в стационарах потихоньку осваивают современные технологии и учатся переходить на новый уровень предоставления услуг, Сардинские медики экстренной помощи ждут элементарного. Безопасных условий – труда. Любовь Кукла, Инна Велецкая, Николай Васильюк. Подробности телеканал Интер, Ривненская область. Иран испытал сверхмощную неядерную авиабомбу. Она поступит на вооружение корпуса стражей исламской революции. Как к этому отнеслись на Ближнем Востоке, а особенно в Израиле, расскажет Сергей Услендер. Иранские генералы называют это оружие «отец всех бомб». По аналогии с американской GBU-43, сверхмощной бомбой, которая недавно получила название «мать всех бомб». На полигонных испытаниях в пустыне иранцы взорвали 10-тонный боеприпас, который считают самым мощным неядерным оружием в мире. Он поступит на вооружение элитных авиачастей корпуса стражей исламской революции. Обычно такие боеприпасы используют для разрушения бункеров или особо укрепленных объектов. Сбрасывать его должны с самолетов Ил-76. Они есть на вооружении иранских ВВС. В Израиле к этим сообщениям отнеслись спокойно, хотя известно, что Иерусалим крайне болезненно относится к любой информации о появлении у Тегерана новых видов оружия. Мы боремся, в общем-то, с мировым исламским экстремизмом, с той его фазой, с той его разновидностью, которая бы хотела установить в мире новый порядок. И мы считаем, что поэтому Израиль должен приложить все силы к тому, чтобы действительно в этом вопросе были доэксперимены определенные результаты, чтобы Израиль опять не очутился через год-два под обстрелами. Понятно, что новая бомба Израилю ничем не угрожает, ее носители просто не смогут приблизиться к границам страны из-за многослойной и мощной израильской ПВО. Но вот иранская ядерная программа по-прежнему считается главной угрозой для еврейского государства. Недаром же премьер Нетаньягу, который находился с визитом в Южной Америке, заявил, что 80% всех проблем безопасности в мире исходят от Ирана. Сейчас Израиль предпринимает мощные усилия для того, чтобы западные страны пересмотрели условия ядерной сделки с Ираном. Кстати, накануне Соединенные Штаты усилили санкции в рамках этой сделки против некоторых иранских компаний и чиновников. А президент Трамп заявил, что Иран нарушает условия ядерной сделки. Тегеран пригрозил ответными мерами. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Террористическая угроза снова нависла над Европой. Во Франции предупреждают о возможных нападениях джихадистов, которые якобы готовят новые атаки. В парижском аэропорту Шарль-де-Голь из-за угрозы теракта эвакуировали пассажиров рейса, который направлялся в Лондон. Тревога оказалась сложной, но людей просят быть бдительными и сообщать обо всем подозрительном. Усиленные меры безопасности и в соседней Великобритании Анна Ильиных продолжит. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Шарля-де-Голя. Толпа пассажиров и полицейские с собаками. Рейс Бритиш Эйрвейс вот-вот должен вылететь в Лондон. Но в последний момент людей попросили на выход. Причина якобы техническая проверка. Но позже полиция заявила, эвакуацию провели из соображений безопасности. Тревога оказалась ложной, но спокойствия от этого у французов не прибавилось. Масло в огонь подливают сообщения правоохранителей о якобы новых видах атак, которые готовят джихадисты. Главное управление нацполиции располагает информацией, что террористы стали более изобретательны. И если последнее время по большей части использовали грузовики в людных местах или взрывы, то теперь могут и поезд пустить под откос, и лесной пожар устроить, и отраву подбросить. В связи с этим полиция Франции собирается усилить меры безопасности в школах, университетах, на туристических объектах и железной дороге. Усилены меры безопасности и в соседней Британии. В Лондоне патрулируют железнодорожные станции из-за повышенной угрозы теракта. Неспокойно в британской столице с четверга, когда в одном из вагонов метро прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство. Обошлось без жертв. 30 человек пострадали. Полиция квалифицировала инцидент как теракт. Ответственность взяло на себя исламское государство. Накануне поздно ночью по подозрению в подготовке нападения полиция арестовала второго подозреваемого. Кроме того, что ему 21 год, полиция больше ничего не сообщает. Наши приоритеты обеспечить безопасность жителей, а также идентифицировать и найти любого потенциального подозреваемого. Ранее по этому же делу полицейские задержали 18-летнего парня в городе Дувр. О нем тоже пока нет никакой информации. Очень страшно, очень. Мы были буквально в нескольких шагах от дома подозреваемого. Мы все были очень напуганы. Хорошо, что моих сыновей не было дома, когда здесь всех эвакуировали. Уровень угрозы в Британии, который сразу после теракта был поднят до критического, сегодня снизили в связи с арестами подозреваемых. При этом с утешительными прогнозами полиция не торопится. До сих пор неизвестно, сколько именно террористов готовили нападение и не планируют ли подельники новые атаки. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Брюссель на день отказался от автомобилей. Такая тишина на дорогах бывает раз в год. Люди присаживаются на двухколесный транспорт. Как выглядит рай для велосипедистов, видела Елена Абрамович. Эта дорога обычно одна из самых загруженных в Брюсселе. Сегодня тут можно пройтись пешком. Ездят только такси, общественный транспорт, пожарная, полиция, ну и, конечно же, велосипедисты. За порядком следит полиция. Если кто-то выезжает на дороге, их сразу же останавливают. Как вот этого туриста. Его попросили вернуться в отель и там оставить машину. Первый поворот налево и медленно, максимум 30 км в час. Хорошо, спасибо большое. Ну и вы можете насладиться сегодняшним днем пешком. Штрафуют лишь в исключительных ситуациях. Ведь день без машин – это в первую очередь праздник. Думаю, он на самом деле не знал. Нам нужно быть дружелюбными и мы просто рассказываем, как добраться назад. Ведь когда человек приезжает из другого города, он может не знать об этом. В исключительных ситуациях водителям выдают разрешение. Но передвигаться по городу можно со скоростью не выше 30 км в час. Вот с этим можно ехать. Мы даем разрешение, если что-то особенное. Например, если нужно поехать в больницу с ребенком. Общественный транспорт в этот день бесплатный. Впрочем, магазины в воскресенье обычно закрыты, так что люди в основном просто гуляют. Мы приехали из маленькой деревни на поезде. Вот только что вышли. Здесь обычно тысячи машин, а сегодня нет. И это здорово. Для нас это шанс покататься на велосипедах всей семьей. Мы уже десятый год подряд это делаем, когда позволяет погода. Сегодня повезло. На самокатах, роликах и бордах. Широкие трассы Брюсселя в день без машин превращаются в главное место развлечений. На велосипеде сегодня и министр транспорта Брюсселя Паскаль Смет. Впрочем, говорит на двухколесном транспорте. Его можно увидеть часто. Я также пользуюсь общественным транспортом. Иногда машиной. Но в целом я стараюсь ездить на велосипеде. Это легко, намного быстрее, экологичнее. И это нравится людям. Они меня узнают, могут поговорить со мной. И для политика это всегда полезно. Чтобы больше горожан пересели на экологически чистый транспорт, в городе постоянно расширяют велосипедные дорожки. А также организовали много точек велопроката. Брюссель после мировой войны развивался как город, благоприятный для автомобилей. В результате ухудшилось качество воздуха. Много общественных мест были заняты машинами. И мы меняем это, превращаем его в город для людей. Устраивают день без автомобилей не только в Брюсселе. Это ежегодная традиция во многих европейских городах. Первым толчком стал нефтяной кризис. В 1973 году. А с осени 1994-го день без машин стал ежегодной традицией. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Новый ураган надвигается на Доминиканскую республику и Гаити. Стихия получила название Мария. Она набирает скорость в Карибском море. И в ближайшие дни может ударить со всей силой. Предупреждают метеорологи. Сейчас Мария перемещается к Малым Антильским островам. Кроме того, над Атлантическим океаном сформировался шторм Ли, который может перерасти в мощный ураган. В зоне риска многочисленные острова, которые до сих пор не могут справиться с последствиями предыдущих стихийных бедствий. Разрушительная Ирма на прошлой неделе унесла жизни 70 человек. Какое сооружение наконец достроили индусы? Почему одной из авиакомпаний пришлось отменить сотни своих рейсов? И кто нападает на прохожих в Австралии? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Индии официально открыли дамбу Сардар-Саравар, которая строилась 30 лет. Торжественная церемония состоялась как раз в день рождения премьер-министра страны Нарендра Моди. Он же и ввел плотину в эксплуатацию. Первый камень строительства был заложен в 1961 году еще Джавахарлалом Неру. Но полноценно возводить объект начали только через четверть века. Объем водохранилища почти 6 миллиардов кубических метров. А электроэнергия будет распределяться между тремя штатами. Авиакомпания Ранейр отменила по 50 рейсов в день на ближайшие 6 недель, чтобы отправить в отпуск своих сотрудников. Путаница возникла из-за того, что летом авиаперевозчик перевыполнил план трафика. И многие пилоты и бортпроводники не успели использовать заработанные выходные. Ранейр заявил, что пострадают лишь немногие пассажиры, но британское издание Guardian насчитало почти 300 тысяч возможных жертв отпуска авиасотрудников. Тем, кто уже купил билеты на рейс, которых не будет, предлагают вернуть деньги, выбрать другую дату вылета или другой маршрут. Сотни активистов блокировали офис бренда модной одежды Барбари. Защитники прав животных выступают против использования модельерами натурального меха. Протестные акции стартовали вместе с лондонской неделей моды. Люди освистали гостей показа бренда, среди которых была супермодель Kate Moss. В то же время в Барбаре заявляют, в этой коллекции и так нет меха. Дискать еще не сезон для использования этого материала. Второй день октоберфеста баварцы хвастаются своими нарядами. В Мюнхене прошел традиционный парад трактов, национальных немецких костюмов. Мужчины надели укороченные штаны, высокие шерстяные белые носки и шапки с пером. Дамы же нарядились в пышные юбки и корсеты. Поддержали праздничный дресс-код и зрители парада. Многие пришли в тирольских шляпах. Власти Австралии призывают людей быть осторожными и надевать широкополые шляпы, чтобы избежать нападения сорок. Каждый год эти птицы осенью в период подрастания молодняка нападают на прохожих. Но в этом году сезон атак начался раньше. Только за август зафиксировали около 300 нападений. Пострадали полсотни человек. Но австралийцы убивать или ранить сорок не могут. Это незаконно. Все, что им остается, защищаться. СМИ и власти просят людей не провоцировать птиц, не приближаться к гнездам, слезать с велосипеда рядом с местами обитания сорок и не пытаться спасти птенцов, лежащих на земле. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова